Всем привет! С вами Арина Михайлова со свежими новостями на Универ ТВ. Давайте же узнаем, о чем мы поговорим сегодня. Продолжение следует... На сегодняшний день существует необходимость внедрения проектного управления в органы государственной и муниципальной власти. В Казанском федеральном университете уже идет активная работа в данном направлении. Подробнее в нашем следующем сюжете. 19 июля стартовал образовательный проект Казанского федерального университета и Московской школы управления Сколково по обучению в области управления проектами руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти и муниципальных органов Республики Татарстан. В числе почетных гостей на церемонии открытия программы присутствовал первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Так вот, данная работа, она позволяет упорядочить и, грубо говоря, по полкам разложить, может быть, тот большой объем зданий, который у вас существует в результате вашей практической работы. Программа управления проектами организуется по инициативе президента Республики Татарстан и состоит из двух модулей. Для реализации первого модуля программы приглашены профессор Джордж Сифри, основной разработчик материалов и курсов по проектному управлению для программы Сколково, а также бизнес-тренер Галина Маштакова. Сейчас уже выстраиваем вместе с заместителем министра, руководителями исполнительных комитетов наших районов модель проектного управления в Республике. Техническое задание к модели проектного управления в Республике подготовили нам в первом эшелоне главы и министры. Это обучение проходило чуть больше месяца назад и у нас есть сейчас техническое задание к разработке этой модели. Предполагается, что это будет единая модель, в которую будут встраиваться все проекты, реализуемые в Республике Татарстан. Это даст возможность экономии, сохранения и оптимизации ресурсов, в том числе в рамках государственных программ. Мы будем стараться максимально использовать свои временные ресурсы и возможности для того, чтобы с коллегами выработать новые инструменты и механизмы в рамках механизма так называемого проектного управления. Если мы говорим про сферу туризма в городе Казани, то это вот такие мероприятия крупные, масштабные, как там универсиады, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедерации и много-много разных мероприятий таких городских, как Велу-ночь или там гастрономический фестиваль. Это крупный проект, который мы реализуем благодаря своим силам. Я думаю, эта сессия поможет именно систематизировать эти все знания в какой-то определенный порядок, что позволит какие-то новые или вот эти уже ежегодные мероприятия проводить еще на более высоком уровне. В результате данной образовательной программы будут подведены итоги, представленные президенту республики. Арина Михайлова, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный университет вошел в топ-300 лучших вузов мира по данным рейтинга QS в направлении английский язык и литература. Как удалось занять эту позицию и что делается для закрепления уже полученных результатов, выяснила наш корреспондент Анна Глазунова. Выдающимся результатом и доказательством динамичного роста Казанского федерального университета является вхождение в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания QS. В нем представлены лучшие вузы мира. Лидерами рейтинга QS в течение многих лет стабильно являются вузы США и Великобритании. Но Россия тоже не сдает своих позиций. 24 российских вуза вошли в опубликованный рейтинг QS 2017-2018 годов. КФУ удалось войти в 9 ключевых предметных рейтингов по направлениям лингвистика, археология, коммуникации, СМИ, образование, английский язык и литература, экономика, эконометрия, физика и астрономия, искусство и гуманитарные науки. Российские вузы в направлении английский язык и литература присутствуют только второй год подряд. В прошлом году туда впервые вошел Московский государственный университет, а в этом году наш Казанский федеральный. Рейтинг складывается из трех основных составляющих – это академическая репутация, репутация работодателей и цитирование на одну публикацию. Из этих критерий складывается единая оценка вуза, которая и составляет данный рейтинг. Если брать такой показатель, как академическая репутация, то здесь, конечно, наши коллеги из МГУ успели убежать достаточно далеко вперед, что вполне естественно. И они занимают общие 72 место условно вот по этому направлению, по этому критерию. Мы уже вошли в первые три сотни, здесь у нас 285 место. Чуть лучше мы выглядим по репутации среди работодателей. Это 225 место. Достичь нам такого уровня, как 263 место, удалось, прежде всего, за счет третьего показателя, цитирования на одну публикацию. Здесь мы в общем рейтинге вошли на 171 место и обогнали наших коллег из Московского государственного университета, которые находятся по этому показателю только на 270 месте. Академическая репутация складывается из таких важных составляющих, как реструктуризация уже имеющихся магистрских программ, которые могут привлечь иностранных студентов и программ, связанных с зарубежной филологией. Достаточно интересно наблюдать, как постепенно меняется отношение к нам, к университету после этого роста, после вот этих достижений. Поэтому порой достаточно сказать, что да, вот мы находимся в рейтинге, здесь мы вот на таких позициях, здесь мы на таких позициях в области лингвистики вообще продвинулись. Благодаря публикациям в известных мировых журналах и высокой цитируемости Высшая школа русской зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Милева Толстого сыграла важную роль в закреплении позиций в рейтинге QS в направлении английский язык и литература. Мы очень внимательно анализировали, потому что, возможно, были статьи других преподавателей нашего Казанского университета вне Высшей школы русской зарубежной филологии, была проведена аналитическая кропотливая работа и, ну, в общем-то, 99% это статьи наших преподавателей. Важно не только занять свои позиции в рейтинге QS, но и закрепить их. Для этого Высшая школа русской зарубежной филологии ставит перед собой важные задачи. У нас сейчас идет работа по публикации высокорейтинговых журналов. Журналы очень высокого значения, в которые очень трудно попасть. Второе – это участие в профессиональных сообществах. Это позволит нам закрепиться в этой позиции, а может быть даже и подняться выше. В этом году Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого в планах увеличения количества публикаций в журналах международной базы данных «Скопус» и «Вэп оф Сайенс» с привлечением к сотрудничеству зарубежных и ведущих российских ученых. Мы прекрасно понимаем, что ни в коем случае нельзя замыкаться внутри себя. Обязательно нужно выходить на внутрироссийское сотрудничество, на международное сотрудничество. Это одна из составляющих успеха. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Приемная кампания идет полным ходом. Уже 26 июля в высших учебных заведениях завершится прием документов. Затем вузы на основании рейтингов баллов ЕГЭ бывших выпускников начнут формировать списки зачисленных. Совсем скоро закончатся работы приемных комиссий российских вузов, которые последние дни принимают документы у припозднившихся абитуриентов. После закрытия они будут обрабатывать полученные данные. А уже в первых числах августа начнут опубликовать списки на зачисления. Мы решили узнать у будущих студентов, в какой вуз они собираются поступать. Я выбрал университет, потому что его нахваливают в Москве, по всему миру. И, в общем, говорят, хороший вуз. Я решил поступать с физикой. У меня хороший балл, а я думаю, я поступлю в этот вуз. Я выбрала преподавание в начальных классах, так как мне нравится работать с детьми. И сама закончила педагогический колледж, и вот хочу продолжить. Так как психологии у нас в Казани мало, в каких институтах преподается, и поэтому мой выбор остановился на ИУПе и на КФУ. Я нашла здесь те институты, которые мне по душе, те направления, в которых в дальнейшем я хотела бы заниматься. Я подавал в Казанский федеральный университет, подавал в КГСУ. Я выбрал эти университеты, потому что самые престижные вузы Татарстана. Я пошел в КФУ, потому что тут очень удобные ранжированные списки. Можно посмотреть онлайн, где я нахожусь. Можно онлайн разобраться, поступаю я или нет. Я поступаю в Институт фундаментальной медицины и биологии. Здесь новые технологии, очень все развито и интересно. Особенно общественная деятельность меня привлекла. Много волонтеров, все такие студенты активные. На сегодня это все. Будьте в курсе новых событий вместе с нами. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова